Мир всем! Давайте порассуждаем на тему выбора между хлебом и крестом Ведь много раз мы об этом думали В принципе каждый день мы делаем этот выбор в мелочах Как не предать человека? Или услышали, что кто-то планирует подлость или кинуть человека И вот мы думаем, как заступиться, может быть сказать этому человеку, который хочет кинуть другого, что так нельзя делать Или может быть пойти к тому, которого хотят кинуть и сказать, что тебе тот хочет кинуть Как быть? Ведь это останется на нашей совести Это проблема, ведь семья этого человека, которого обманут, обидят, останется без средств существования Может быть и на улице, и мы были невольными свидетелями, мы могли что-то сделать Но мы промолчали, мы, считай, приняли сторону зла Это я, к примеру, сказал по поводу, так сказать, вот этого Любые другие примеры Обижают человека на улице Сейчас много иностранных специалистов из Средней Азии Насилуют, грабят, обижают, бьют наших русских детей Много роликов Ну не все, конечно, но тем не менее, этой информации довольно много То же, как вот, может быть, пройти лучше, действительно А если тебя зарежут Или тебя ударят камнем Сделают инвалидом Как быть? Или кричать в караул пожарный Помогите Как быть? То есть каждый раз мы делаем какой-то выбор Пусть микро Может быть, и больше И вот сейчас я вам покажу ролик Мужчина Но я понимаю, это не священник Он в черной рубашке Не знаю, как его зовут Не важно Но мысль он тоже дал интересную Которую мы можем обсудить Давайте посмотрим И после просмотра вернемся И поговорим Я переворачиваю камеру Вот чтобы стать мучеником завернутого креста Можно сразу не стать? Вот живя в жизни Производит своей жизнью греховной Живя как попало И вдруг раз нам предлагают Да вот скоро придут времена Придет антикрия Нужно одно понимание Что же случится, да? Священные Писания нам предсказывают Как бы мы себя там где-то Класси не закрывали Под одеялку бы не прятались И придут же такие времена тогда Мы нашли надеяться Что не принадлежит Правда ли, да? Ну, греховно Придут верить Придут верить Но так же вы не принадлежит Только вы не принадлежит А почему так страшно? А потому что конкретно Мне будет предложено На правый крест или на левый То есть Буду я как правый разбудитель Или буду я как левый разбудитель Вот этим предательством Христа Я перечеркну все Одним разом Ради чего? Ради того, чтобы сохранить свою жизнь Насколько сохранить свою жизнь Временное поражение Адельство Сколько? Три с половиной года Мне будет жалко Принять смерть Мучения От голода От их знания И пусть даже куда здесь кто не будет Я же купить ничего не смогу Ворклату я не смогу На трассу я не смогу Принять Работать я не смогу Одним разом Правильно? Это мученичество Это добровольное мученичество За веру За Христа Потому что мне будет предложено Принять печать И при этом поклониться Этому человеку Которого называют Специальные инфекции Как Бог Что он якобы сейчас Спаситель мира А почему ему признают Общество Все народы Признают Спасителями мира Почему? Знаете? Потому что он остановит Все войны Все передряги Голос И все прочее Он В реальном таком Физическом смысле Будет очень добрым Положительным человеком Только ему надо будет Поклониться к Богу Для того чтобы Люди приняли Такого Приводителя Земного Что надо передвигаться Сделать? В мире Вот это надо Развязать Мы же не глупые Слышите Чего? Началось суждать Идет процесс Развязывания Вот этой вот Передряги Мирового характера В результате Вот этой трагедии Которая случится В мире Которого он развяжет Они все равно Развяжутся Все равно Поэтому Вот эти Передряги Мирового характера Они обязательно Нажли проезжать Потому что Без них Принять антиплица Невозможно Надо довести Народи До отчаяния Войны Страхами Кравопролесиями Колотами Ведениями Надо довести Народ до такого Состояния Чтобы народы Упали бы на колени И хлопали бы Изо всех сил Тому Кто это все остановил Но этот Который остановит Он не будет Почитать Бога Он не будет От Христа Он будет Против Христа Он будет Требовать Чтобы ему Поклониться Богу Лучше Насколько И нам Будет предложено Или вы поклоняете Сему Как Богу И вам дается Вот эту печать Или на руку Право Или на релье На лицо На лоб Тогда вы можете Покупать Продавать То есть вы Равноправленные Вы Ражданельцы Вместе Вы можете Жить Вятом Общине Если вы Не поклоняете То есть вам Не дается Эта печать Вы не заслуживаете Тогда вы В обществе Виткове Вы ничего Не можете Больше В обществе Почему Этот принцип Будет Так серьезен Так сложен Вот Чтобы Жестко Метен Потому что Наличные деньги Будут Убранены Но Процесс Процесс Идет Процесс Давно Это Калапапорст Тайны Беззакония Деятельности Процесс Идет Давно Переворачиваю Камеру Ценность Этого Видео В том Что Здесь Он нам Напомнил С простыми Словами Для нас Для Мирян Для обывателей Простыми Словами Что В чем Мы живем И что Нас ждет В ближайшее Время Выбор Придется Сделать По-любому Но Возможно Он будет Не таким Конкретным Как Вот Мне тоже Где-то Я Помню На стадионе В Китае Спрашивали Или Это пророчество Пампы Даже Пророчество Ты Христианин И Значит Расстреливали Или Отсекали Голову Или Или Даже Собрали Всех Там В городе В городе Который Они захватят До Урала Жи дойдут Да Собрали Всех Мирных Жителей И Значит Кричит Опять же Кто-то русский Кричит Наверное Такой же Полицай Кричит Кто Православный Поднять руки И Вот Сидит Рядом Ваша Жена Ваша Дочь Там Еще Кто-то И Вот Момент Истины И Вот Вы Поднимите Руку Или Нет Каждый Должен Ответ Сам А Те Кто Поднял Руку Считают И Говорят Микрофон Сами Не Надо Там Брать За руки Тотащить Выйдите На Центр Сюда На Ринг Спускайтесь Кто Падня Кто Считает Православным Выйдите Сюда Спускайтесь Мы Вас Ждем Вот И Ты Понимаешь Что Ты Уходишь В Вечность Что Обратно К Жене И К Своей Дочке И К Своим Близким К Родителям У кого Они Живы Ты Не Вернешься В Противном Случае Ты Распишешься Что Ты Не Православный Что Ты Уже Принял Метку Ты Уже Поставил Как Мужчина Сказал На Руку И Начало Поэтому Выбор мы Делаем Всегда Дорогие Мои Помните Об этом Готовьтесь К этому Зрейте Возревайте Своим Духом Своей Душой Чтобы Этот Момент Для Нас Не Был Неожиданностью Будем Жить Если Этот Ролик Считаете Интересным Перешлите Его Другим Ваш Евгений Лопатин